Глава Мордовии оценил работу республиканского Кабмина в этом направлении как неудовлетворительную. Задача определить источник запахов, отравляющих жизнь горожанам, перед правительством региона была поставлена год назад. Давайте поговорим о вчерашнем инциденте, который уже набрал пику форму, о запахах в городе Саранск. Я вам говорил, свыше тысячи было обращений за этот период. Также Артем Сдунов сообщил присутствующим, что найти источник запаха оказалось несложно. Но группе помощников главы региона удалось сделать это за один вечерний рейд. По крайней мере, положено начало расследованию. Все материалы уже переданы правоохранительным органам. Источником запаха оказался Саранский ветеринарный утилизационный завод. По словам старшего советника главы Мордовии Рамиля Кадырова, именно в ночные часы здесь ведется работа по утилизации трупов павших животных. В результате горожане регулярно дышали едким дымом. В свете этой информации возникли вопросы к заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Раисе Цибизовой. Раиса Михайловна, когда вы туда выезжали? Вы вчера нам так бойко доложили, что все нормально на утилизаводе, в этом утилизаводе, все в порядке. В какое время вы туда выезжали суток? Я выезжала туда в субботу в вечернее время, это было неделю назад, и неделю днем выезжала. Ну все то время, когда там технологические работы не ведутся. Просто не разобрались в вопросе. И никто вам, видимо, это не подсказал. А город продолжает отравлять. Ответственность за причинение ущерба жителям и экологии лежит на руководстве этого предприятия. Материалы по этому заводу уже переданы в прокуратуру. Правоохранительным органом будет проведена соответствующая проверка. И в случае подтверждения представленных фактов к нарушителям будут применены меры в соответствии с законом. Я считаю, что лица, которые это покрывали, это вредительство, они должны заслуженно наказание понести. По вопросу проведения экспертизы глава Мордовии обратился к Роспотребнадзору и Росприроднадзору. Прошу выяснить, какие нарушения природоохранного и экологического законодательства здесь допущены. Сбрасывались ли в реку инсаратходы или подземные воды туда это все направили. Насколько тактичен воздух во время выбросов и горения на предприятии. Также ряд данных проверит трудовая инспекция. На видео, которое было сделано во время технологического процесса, заметен дым. При этом сотрудники работали без респираторов, без средств защиты. Если есть необходимость, переносите это предприятие. Необходимость утилизации, она всегда есть. Переносите, но у вас год на это был. Глава региона еще раз напомнил председателю правительства Республики Мордовия Владимиру Сидорову, что вопросы экологической безопасности, природоохранных мероприятий, создания современной инфраструктуры, обращения с бытовыми отходами целиком находятся в зоне ответственности регионального Кабмина. Правительству региона поставлена задача отработать этот вопрос оперативно, доклад о ситуации и предоставлять в ежедневном режиме. Екатерина Геранюшкина, Народные новости.